Ну что, Маня на Шейкере, наверное, один из любимых героев Мани, вы знаете, много я видел матча, когда феноменальные простые вещи на нем вытворял Майлк на пугне, на Энигме играет, на этот раз Джимми Хо, Демон Плеймейт, конечно же, на Спектре, все именами любимый таксидрайвер Мизери на Квапе, это очень интересно, ЦМ, конечно, охура, но героев нами можно, в принципе, не называть, о боже, хвост на Вивере, я не верю своим глазам. Дэнди, конечно же, на Сейфе, на Виндранеке играет Габлак, и это очень удивительно, как бы первый раз, наверное, Нави меня надурили с распределением героев, не угадал я, кто будет играть на ком, специально, видимо, они это сделали, что-то задумали, ну и сейчас посмотрим, что у нас будет происходить вообще в этой игре, как будут Нави драться, как будут Мумы им противостоять, просто, ну, тяжело, конечно, играть Нави после двух поражений, всегда тяжело играть после двух поражений. Митьо Мейкерс выиграли у Шифтовой, сидели там 20,5 часа, смотрели стрим, ждали оппонента, конечно, ну, а Нави, Нави играли тяжеленные матчи в плане игры, в плане нервов, в плане там разных там дропов, проблем и так далее, поэтому, Поэтому, наверное, нужно им сейчас собраться, нужно собраться, и было бы неплохо, если бы все, кто здесь в арене, в зале, поддерживали бы, ребят, каждое удачное действие, потому что это помогает всегда играть, и угрюмо, когда тишина в зале. Помидорами хочется людей забросать, что ли, что поддерживаете их, хлопаете за ФБ, за удачные мувы и так далее. Ну, и поехали смотреть. Ну, спектра Суламиды-то, вы понимаете, да, что творят Митьо Мейкерс. Дэнди боится подойти, потому что понимает он, что Маня рядом, и лучше не врываться. Ну, стоит просто на варду здесь Маня, поэтому Дэнди боится подойти, ну, понятно, что Маня не знает, что здесь вард, он-то Дэнди-то думает, сейчас закрою, ага, конечно, куда не пойдет. Но, тем временем, плеймейт-то 3-2 уже стату, Дэнди вышел первый раз, попытался убить какого-то крипа, но ничего у него не получилось. И вот сейчас вот только нормальный выход, только Маня спалил, сразу нормальный выход Дэнди, и какая интересная вообще постановка лайнов-то получается. Видите, у нас Пугна, Соло низ, Квапа, Соло вверх, в миде, по сути, Соло спектра с суппортом Шейкера, ну и Энигма. Как бы, у Нави тоже, Виндранер, который бегает, что, все-таки лагает, да? Да, походу, это дроп хвостая будет у нас ремейк, ну, процентов на 90 у нас будет ремейк. Товарищи админы, я не знаю, но сделайте что-то. Это же просто... Вилат недоволен, короче, жизнь. Ну что же, PC Problems, фиксим, фиксим их, пытаемся. Да, ребут, ребут компьютера. Пошел тут уже чат. Довольно интересно. Ну что, хвосту нужно зачистить кэш. Ну, блин, для этого есть такая программка интересная, называется CC Cleaner. Поудалять нужно temporary file и вообще много чего поудалять. Занимается, вы видите, на своих экранах этим Zero. Ну что, админы ленивые в арене у нас. Ленивые. И в воскресенье им лень работать после обеда. Вот, всю зарплату отдать в Zero Gravity, пожалуйста. За месяц. Ну что, 19.54 уже в Киеве. По плану в 21.00 должен был у нас начаться в финал. Думаю, так оно и будет, в принципе. Ну и ждем, пока у хвоста проблемы уладятся все. Зайдет он в игру. И начнется это решающая битва. Не последняя с сегодняшнего дня, но важнейшая, важнейшая, принципиальная главная битва. Meet Your Makers, Na'Vi. После последних событий, там и разные срачи в чате и так далее. Конечно, вы этого не знали или не видели, но лучше бы вам этого и не видеть. Много чего лишнего было сказано и написано. Я думаю, явно недолюбливают друг друга эти команды. Все, кроме Дэнди. Дэнди любит всех. Ну что, продолжаем мы ждать. Я пока гляну, гляну, что у нас тут в Мирке. Просто беда происходит, поэтому... Боже, Дредисбек спрашивает у меня, Вилат, какой у нас канал в Мирке. Ну это же просто истерика. Ну вот я вижу, хвост уже апдейт Горены. Тут только ж уж играли, откуда он взялся. Хвоста апдейт Горены откуда-то, непонятно. Непонятно, непонятно. Так, ну вот вижу, хвост уже ломится. Ломится уже в руму. И плеймейт решил ливнуть и перезайти. Ну 90, в принципе, пинг у Демона. Довольно играбельный пинг. Бывает у него и намного больше, как бы. Ну у всех остальных просто шикарно. 29, видите, пинг в арену. Причем у Ахуры у читера 28. У всех 29, а Ахуры 28. У меня тоже 28, пишет Дэнди. Ну еще один читер, окей. Мац, мацпхакер. Требует плеймейт, чтобы ВР-ка пошла вниз, а потом прибежала в мид. Ну что, готовы, Нави? Нави. Готовы. Поехали. Наконец-то. Have fun. В конце успел написать маэр. Ну, мы-то точно получим фан. Не знаю, как команды. Одна из них явно будет недовольна в конце игры. Это могу я вам гарантировать. О, мне так прикольно поставили превьюшку. Я теперь вижу, что у меня стрим не лагает. И вижу хвоста. Ух, хвосту в лицо сразу так с монитора и себя вижу. Привет, Вилат. Я такой стремный вообще. Ладно. Мод АП. Мод АП. Пошла, пошла у нас игра. Пошла у нас игра. Те же игроки, конечно же. Ну, те же байбэки, те же линии. Причем даже тоже требование ВР-ки пойти вниз, потом вернуться в мид. Да-да ладно. Это ж мид. Ну что, начинаем комментировать этот веселый матч. Нави против МАМ. Повторение полуфинала сетки Винеров, где Нави выиграли со счетом 2-1. Ему мы явно хотят дать сдачи. Ой, как хотят. Просто беда. Ну, по-прежнему я напоминаю, что все уже знают, в принципе. В финале знают, поэтому не секрет. Майлк у нас внизу. В миде у нас будет стоять плеймейт на спектре. Соло мид спектра при... И будет защищать его, собственно, шейкер, который будет стоять. Такой дабл мили лейн. Довольно редко такое увидишь. Ну и хвост. Хвост на вивере. Хвост на вивере. Габлак на виндранере мы видели. Пообщались, любезностями обменялись. Так, с демоном. Ну что, вела в Америка, пишет Ахура. Goodbye, Америка. Ой, я не буду говорить демону, что я вчера в стриме ставил. Так что, чтобы не обиделся он, не дай бог. Вот, а, кстати, Ахура на четырил в этой игре. Он поставил вард не в то же место, где в прошлый раз. Но мы никому не скажем, конечно. Никто не будет знать. Ну что, и вот встреча. Встреча. Вот она встреча в миде. Плеймейт и Дэнди встретились. И вот сейчас вот здесь снизу Габлак потычкует и просто показался на линии и бежит в мид. Ну все, собственно, все соблюдены вот эти условия. Требования команды Meet Your Makers. Ну, в принципе, все правильно. Ну и мы смотрим. На этот раз Дэнди-то, видите, сколько крипов убил. В прошлый раз у него было ноль, сейчас уже три. А плеймейт только первого убивает. Вот так вот так. Ну еще пытается Дэнайт. Ну что, наверное, все-таки самое интересное будет происходить здесь. Ну что, будут здесь постоянные забеги. Постоянные месиво, постоянные битвы, драки и так далее. Наверху там, в принципе, ну квапа против Вивера. Ну не убьют они друг друга, даже если сильно постараются. Ахура, кстати, на 0 секунде взял Дэдэ. И с помощью Дэдэ немножечко так поприхарасил здесь. Пугнул, чтобы она не сильно, не сильно выпендривалась, не залазила далеко, не била много крипов. 2-1 стат. У Артстайла уже 4 на 4. 4 на 5, не 4 на 4. И чувствует себя пока ок. Пока ок, Пугна ему не мешает. Ахура его прикрывает. Ну это 2-2-1, линии которых мы давно не видели. Но эти линии какие-то, ну, странноватые. Потому что 2-2-1 с мидом, а не 2-2-1 по краям. По краям карты. Ой-ой-ой-ой, вы смотрите, как хвост-то гоняет квапу. Заставляет блинкануться просто под тавр, кушать деревья и так далее. Ну вот видите, демон. Демон выходит из лесу, но стоит прямо-прямо на голове у варда Ахуры. Поэтому ну ганг так, можно сказать по-честному, не совсем получился. Не очень, не очень. 7-4, крипстату Дэнди, плеймейт 2-1. Ну и все просто великолепно. Для Na'Vi здесь запуливается лес внизу. Подформит еще Дэнди его здесь. Ну, конечно, пытается тут мешать. Говорит Дэнди. Подформит его Майлк здесь. Ахура пытается, конечно, мешать. Но не получается. Шейкер. Ой-ой-ой. Мог тут, конечно, попытаться отрезать Дэнди, но вряд ли бы получилось. Второй левел плеймейт. Ну и отрезал бы, вряд ли бы убили. Это тоже понятно. Демон опять выходит сюда. И здесь натыкается на этот вард. Его моментально замечают. Поэтому ганг опять, так сказать, не удался. Ну, какой-то слабоватый гангинатор как бы демон. Смотрим на Дэнди. 8 на 4. Плеймейт 5 на 2. Более-менее выравнивается ситуация. Начинает подфармлять плеймейт. Внизу у Мелка 8 на 2. Артстайл 9.5. И здесь 7.6. 7.7. Тут вообще ровно. Тут просто на говногу идут Мизери и Хвост. Такая у них там веселая битва. Ой, хороший такой. Коил в лицо залетел плеймейту. Две тычки от Габлака. Габлак уже третий левел. Третий также и Дэнди. И не Мизери, а Маня. Маня тоже сейчас возьмет третий левел на Шекере. Вот он дождался. Экспы взял третий. Ну и дальше стоит прикрывает. То есть он никуда не лезет. Он никого не быкует. Он в первую очередь прикрывает. На случай, если будет атака. И там может будет пытаться делать какие-то попытки. Вот так вот похарасить. Позабирать станами нескольких крипов. Чему бы и нет. Смотрим наверх. Тут веселуха. Ой, 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 ой. Если бы двойная полетела. Если бы полетела двойная, было бы просто все шикарно. Но не полетела. 1-2 крипстата хуры. 12 на 7 у Артстайла. Поймал. Тут будет дофига тычек от машинки и от крипов. И половинчатый. У него оригена осталась только одна банка. Нужно ему чуть-чуть, наверное, пододойти. У Майлка 10 на 2. Ну и Артстайл фармит довольно неплохо. Довольно неплохо. Тем более линия пропушилась уже ближе к своему тавру. Которую моментально сложную превратилась в легкую. Поставил Дэмон. Такие сантрии вард. Разбил вард. Разбил вард команды Навит. Понятно. И вот смотрите. Вот замечает его габлак. Дэмон выходит. Но он без тапка. Выходит с кучей идолонов. Но тапка нет. Поэтому. Ой, ой, ой. Дэнни. Слишком. Не слишком ли далеко? Не. Ну это нормально. Нормально. Скиблиска к тавру. Стан получает. Тут идолоны просто лоу левела. Идолоны первого левела. Поэтому ничего тут абсолютно не сделаешь. Но похарасили. Похарасили. Заставили выпить банку до конца. На четвертой минуте. Кто у нас? Кто у нас забирал руну? Наверное, Дэнди забирал. Да? Потому что я пропустил этот момент. Учитывая, что у меня была полная банка. Наверное, все-таки с дому прилетела. Не знаю. Не знаю, кто забирал руну. А, вот кто забирал руну. Майк забрал иллюзии. Я провтыкал. Сори. Внизу просто забили уже на артстайл. Отдают ему просто фармить. Ну, я вам скажу, что это фейл. Малеха. Потому что просто отдавать, фармить алхимику. Может закончиться печально. Ой-ой-ой-ой. На пугну врывается здесь ахура. Я думал, Ваня пойдет за тавр. Но на четвертом левере решил все-таки рановато. Отбластовывается здесь Майк внизу. И дальше, дальше под своим тавром будет фармить. Не того ты бьешь крипа, дружище. Майк любит играть на пугне. Не раз мы уже видели его на этом герое. И получается у него, в принципе, неплохо. Ну, а артстайл, артстайл. Вторая монетка на четвертом левеле. Как мужик Мизери делает ферстблат наверху. Авелат все провтыкал. Какой же я не очень. Демон вышел и делает ФБ. Делает Мизери. И делаю я сейв. Боже, набрал рандомные буквы. И такое название уже есть. 1-0 в пользу МАМ. 1-0. Сейв фаст пишет Мизери. О боже, какой же он Мизери этот Мизери. Рыжий хитрый лис. Плеймейт. 11 на 4 в миде. Пятый левел. 25 на 11 у Дэндика. Вот он Дэнди на эсэфе. Странно, почему артстайл не написал сегодня эту фразу. Очень всегда он любит ее писать, когда пикает Дэнди эсэпа. Так, Жук приполз наверх и сразу побежал убивать Дэмона. А у Дэмона-то бежать-то некуда. Тапка нету. А, ну у Хвоста тоже тапка нету. И здесь еще у нас имеется Квопа. Но Хвоста что творит? Что творит? Просто в тупую Хвост пришел и убил Энигму, которая ничего не смогла сделать. Вау, молодец. 1-1 становится счет. Ну и Дэнди там забрал у нас руну внизу. Это Инвиз. И тысяча голды у него уже накапало. Счет 1-1. 6 минут 25 секунд прошло. Ну и тишина пока. Никто никуда не ходит гонгировать. Только выходы нечастые Демона. Они не так... Ой-ой-ой-ой, тут хорошо. Шейкер входит, закрывает, закрывает артстайл. Артстайл, пятый левел. Пытается убегать здесь. Ну а Хура пытался как-то помочь, но никак тут не поможешь. Артстайл закрывается в конец. Раскручивает еще шарманку. Достан, нет, все-таки убивает его Майл. Артстайл пытался сам себя взорвать, но не получилось. В итоге отдается. Ну хорошо, зашел Шейкер. Нету Вижна на нижней руне. Из-за этого получилось так, что то ли не дали инфы вовремя, то ли просто провтыкали. В этот момент Нави зашел Шейкер, спину закрыл Артстайл, и там выхода уже не было никакого. 2-1. 2-1 пользуем АМ. Ну и оставили хвоста одного фармить. Что неплохо. Хвост 22 на 14. Все окей. Плеймейт 15-4. Очень мало. Дэнди 34 на 16. Что-то себе купил. Что купил? Купил себе ПТ готовый Magic Stick. Вот сейчас рецепты. Врывается тут на Дэндика. Просвечивает его. Ультует. Ультует. Ну а че ж не прыгнуть-то? Убивает. Убивает. Плеймейт. Просто Дэнди. Квапа. Пришла со спины. Не спины. Пришла с базы. Просто ультанула. И забирают Дэнди. В принципе на фарминг неплохо. Но то, что умер. Это конечно Бет. Пытался его как-то спасти. Габлак. Не получилось. 3-1 счет в этом матче. Мы продолжаем наблюдать. Что у нас внизу? Внизу мат. 23 на 5. Артстайд. По-прежнему 5 левел. 29 на 11. Купился Виталити Бустер. Ну тапка нет. Тапок это для... Тапок это так. Это для лохов. Это вообще ненормальный айтем. Его покупать нет смысла. Ну вот видите. Кто же говорит? Наши. Зачем эти тапки? Это так вот. Мумы себе могут покупать тапки. Пока крипы дойдут под свой тавер. Нужен 6-й левел Артстайда. Чтобы чувствовать себя увереннее. Чтобы был ультимейт. Чтобы быть более живучим. Чтобы не встревать больше в такие передряги. С шейкером, который вдруг откуда не возьмись приходит. И закрывает. Ой-ой-ой. Отрезает Ахуру. И прилетает плеймейт моментально. Забирает маут. Конечно килл. Было бы неплохо оставить плеймейту. Но что-то забили на это дело. Наверху тут тем временем. Тем временем драка. И у квапы проблемы. У квапы проблемы. Идет она сюда на Энигму. И улетел уже хвост. Хвост убежал. Потому что понял, что тут наверное не по шансам. Нужно уходить. Внизу драка. Внизу драка. Убивает опять втроем Ваню. Который остался под тавером. Почему-то зажался к деревьям. Блин. Да что же ты такой. Счет становится 5-1. В пользу команды Мидьё Мейкерс. Дэнди в миде фармит. У него есть ПТ. Есть банка. Есть Мэджик Вонт. Хелпует ему. Супортит так сказать. Габла. Который далеко особо не ходит. Дэнди не уходит никуда. Хвост под своим вторым тавером. Здесь фармит. Ну что распушили здесь линию Мумы. И поудобнее ему здесь. Вот Энигма. Встречается с Ахурой. Ахура дает стан в Энигму. Здесь 6 сигналонов. И квапа прыгает в просветку. Блэк Холл. Но не затягивает хвоста. Затягивает только Ахуру. ТП аут. Неужели успеет? Не успевает сделать ТП аут. Ай-яй-яй-яй. Как же не повезло. Дэмон сделал ТП аут. Здесь Мизери. Прошивает. Иогаблаки Дэнди должен убивать. Уходит Мизери. Без тапка. Тапок-то для лохов. О боже. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что-то Мизери походу потерялась. 6-2. 6-2. Хорошо, что Дэнди, в принципе, подтянулся наверх. Забрал этот килл. Довольно важная штучка. Теперь у него стат 1-1. 45 на 20. Крип стат. Тут в миде ему сейчас никто не мешает. И можно, можно немножечко пофармить. Можно немножечко пофармить. Ну, не знаю, что нужно даже. БКБ, по сути, тут нафиг не надо. Или надо? Ну, и Энигма неприятный. Шейка. Ну, все-таки надо. Все-таки надо. Ну, и Пугневич. Волки куда? Чего же вы бежите-то, а? Артстайл улетает. Улетает. Здесь зашел он в лес. Улетел наверх. Потому что здесь подпушечная линия. Много фарма. Меняются они, наверное, с хвостом лайнами. Хвост уходит куда-то. Есть у него уже Ринго Хейлс. Есть ПТшечка. Будет, конечно же, Элинген Сфера первым же айтемом куплена. Смотрим, что по фарму товарища Плеймейта. А у товарища Плеймейта все очень даже неплохо. Ну, так слышите меня наиве. Я не буду называть точные цифры. Ну, вы понимаете, как бы. Лишнюю информацию давать. Чуть не сказал дезинформацию выдавать. Ну, и тем более. Выдавать дезинформацию тоже будет некрасиво. Поэтому я просто буду вам показывать. В стриме вы прекрасно видите, сколько у кого на данный момент денег на кармане. И можете сами оценивать, что будут люди покупать, что нет. ПТ в любимом слоте Дэнди. Чтобы переключать по 150 раз разные типы. И пуш. Это пуш в исполнении мумов. Дэнди принес себе Огр Акс. Но тут только Майлк. Но, правда, рядом с ним еще стоит Мизери. Ай, Вард достает Тауэр до Варда. Прячет его Майлк. Прячет Майлк. Отбластовывается опять. Крипов нету. Ну, и Вард сейчас умрет. Вот так вот. Сильно близко поставил Майлк. И будет пушить дальше. 6-2 счет. 12-ая минута. И я, пожалуй, сделаю самое. 12-ая минута. 0-1 секунда. 6-2. Пользуем умов. 6-2. Хорошее начало. Хорошее очень начало от Мид Йомейкерс. Несколько ошибочек сделали Нави. И мы за счет этого получили преимущество. И будут пытаться, конечно, его реализовать. Тут артстайл. ТП Шемайлк убивает Габлака. Я даже не увидел, где это было. Где же это было? Я не знаю, где это было. Где-то... Где-то я не знаю даже где. В миде, в миде Габлак где-то подстрял. И зацепили его с лагой. Тут же убили. Но... 7-2. И как бы сейчас получается такая ситуация. Тут внизу что? Внизу тут нету драки. Мне показалось, что драка. Но тут драки нету. Тут просто крипов бьют. Преимущество зарабатывается. Такими непонятными килами. Прыгает сюда Плеймейт. Прыгает Плеймейт. И Блэк Холл в хвостах. Маня тем временем убивает Дэнди. Раздражается. Артстайл тут ультует. Ой-ой-ой-ой-ой. Как неудачно ультанул Мизери. Пытается убежать Дэмон. Но тут тяжело будет убежать. Потому что хвостов Хевен таких не прощает. Иди сюда. Хвост забирает. Очередной килл. 8-3. У хвоста 2-1 стат. Но Блэк Холл... Ну не знаю правильно ли было решение. Коставать Блэк Холл в этого типа. Убегает хвост также отсюда. Это Вивер. Вот нашел еще Шейкера. Пробежал сквозь него. И счет 8-3. 13 минут 17 секунд игры. У нас уже прошло. Мизери 2-1. Майлк 4-0. Шейкер 1-0. Спектра 1-0. Спектра 1-0. Есть ФСС Банка. Есть 3 ветки. И щиток. Тауэр в миде уже. Мы снесли. Нави пока ни к одному Тауэру даже толком не притронулись. Не, ну в принципе тут половинчатые уже. По миду. Так что можно сказать, что притронулись. Вот пошел искать кого-то хвост. Купил он себе Вангвард в первую очередь. Потом будет делать остальные. Менее важные итемы, так сказать. Ну и здесь вы видите 3 игрока команды Мум. Есть здесь Пугна. Есть Квапа и Энигма будут пушить линию. Подходит Ахура. Просто отбрасывается новая. И сразу пауэршотом убивает всех крипов. Тут же Габлак. И не дают. Не дают просто запушить вот так. Без проблем. Тут, ой-ой-ой, закрывает хвоста. И нет, он все-таки ультимейт. Ультимейт же есть. Я думал, что у него в кулдауне есть ультимейт. Все окей. Не умирает он. Я уже подумал, что сейчас просто ультанет. Мизери сбреет его с ульта. Но нет так. Соул ринг тапок и Мэджик Вонт имеется у Шейкера. Ситуация такая в игре, что Нави не совсем понятно, что делать. В сути, гонгировать у них есть чем. Ну, это вот этим вот пацаном. Да и все. Плеймейт. Плеймейт. Бежать. Просто бежать. А хвост его гонит. ТП аут. Все правильно. ТП аут. И пытаются Дэнди. Не убивают, конечно. Плеймейт улетел. Правильное полностью решение. Не умер. Ты сейчас... Ну, нормально, короче. Фармит. И лучше ему, конечно, не умирать. Мелк. Мелк 4-0. Крипстат. Не могу его поймать, блин. 48 на 7. Есть хедреска. Есть урна с кучей зарядов. Есть бутсы. Белтов Джайд Стрэндж. Но нужно, конечно, ПТ-щику найти. Здесь стоит рядом Габлак. Вот получил он станчик. И Нигма застанет же его. Нигма застанет. Вард ставит. Майлки. Бласт же будет или нет? Будет Бласт. Ой-ой-ой-ой. Прилетает Спиктра. Вешается банка. Габлака забирает. Опять-таки Плеймейт. Какие важные киллы делает Плеймейт. Очень-очень неприятная ситуация. Тауэр сейчас упадет с ДД Мизери. Откуда-то здесь взялся. Непонятно вообще откуда. Ну так, где-то нарисовался. Забирает очередной Тауэр. Команда Митю Мейкерс в то время. В то время здесь, видите, юзается Клиф. Потому что не хотят отдавать ни одного Тауэра. Ни кусочка. Ни пяти земли команде Нави. Мумылоч. Серьезный настрой на игру. 15-ая минута, 40-ая секунда. Первое ТП полетело. И здесь, вы смотрите, Квапа уже с ДД. Квапа с ДД. Бьет и тут попала по хвосту. Их видят же хвоста. У него есть ульт. Да, все спокойно. У него есть ульт. Есть ульт. Что ты делаешь? Ну тут уже, да, тут уже не по шансам. Я думал, там может, если вдруг есть еще у кого-то даст, то были бы проблемы. Под Тауэром-то хвоста видели, а дальше нет. Поэтому он воспользовался этим. И ушел. 9-3 счет стал. Дэнди. 1300. Дэнди 1300. Более-менее нормально. Хвост. 400 голды. Ну просто отстанивается маня. Отстанивается. Зарабатывает на этом деньги. Не дает сильно линии пушиться. Ну, в принципе, делает все, что нужно. А Дэнди тем временем находит ворды Ахуры и разбивает их. Артстайл. 71 на 13. Вангвард есть. Тапок есть. 1300 голды. Более-менее. Более-менее. И нужно ему еще фармить. Нужно, конечно, фармить. Ему очень много. Нужно радианс. Желательно раньше, чем будет иметь его спектра. Ну и желательно вообще иметь спектру, а не радианс. Ну, кто такой. Ой-ой-ой-ой. Проблемы тут могут быть у Мани. Нападает на него. Ой, Шекер. Культы. Ой-ой-ой. Ну, мог же уйти. Чуть-чуть не хватило. Буквально полсекунды. Вы видели, что первый раз Мизерин не дал тычку. После ульта выживал. Хвост. И чуть-чуть. Буквально не хватило. Он бы смог уйти в Сугучи и выжить. Вот этот вот полузамес. Неприятно. Неприятно, конечно, так умирать. 10-3 стал счет. Пуша здесь Нави. Артстайл и Дэнди. Поставил Варт. Майлк. Ну, тут Тавр, конечно, упадет. Нету Глиф. Артстайл включает ультимейт. Никто не поможет здесь Майлку. Конечно, в миде. Ну, Варт-то раздает демедж. Ого-го. Дэнайт пытается. Поймали Артстайла. Нет, ну, сильно-сильно-сильно. Долго Артстайл. А-таки поймал здесь Майлк. Но раскастовывается. Связывает Габлак двоих. Забирает одного, второго. Хорошо. Наконец-то. Наконец-то. Первое действительно удачное действие от Нави. Наконец-то забирает двух. Очень четко. Очень четко связала Виндранерша. И 10 на 5. 10 на 5. Ничего не потеряно еще. Все нормально. Квапа формит. Ну, да. Квапа формит. Спектра формит. Беда. Ну, Артстайл тоже формит. И не умирал. И есть же еще Хвостов Хевен. Который тоже имеет капусты. Неплохо. Ну, вот тут нападает. Нападает на Плеймейта. Плеймейт. Ой-ой-ой-ой-ой. Как больно, а? Ну, по Таврам. Лучше не драться. Сюда делают ТП. Что делает Хвост? Возвращается с ульта. Да, так, конечно, не умереть. Но умереть, но убить тоже не убьешь. Ну, и домой, конечно, пойдет. Похиляется. Плеймейт потом вернется куда-то в драку с ульта. Всегда он это делает. Маня продолжает нас подфармливать. Энигма. Энигма тоже неплохая. Ну, и Майлк. Майлк по-прежнему 4-1. Есть у него уже Мека. И это очень неприятно. Ну, как бы, по сути, у всех героев команды Митьё Мейкерс хватает. Хватает и итемов. Хватает и левела, и капусты. Ну, то есть, играют уверенно. У Нави пока фармит Артстайл. Фармит неплохо. Это хорошо. 2-500, 2-500 у Вани. Нужно ему всего еще, всего ничего там, два кусочка нафармить. И будет у него Родианс. А там дальше, там же, там уже начнется дискотека посерьезнее. Девятнадцатая минута игры у нас пошла. Через минутку сделаем очередной сейв этого матча. Ну, Демон 0-3. Демон 0-3. С пяти смертей три раза убивали Демона. Четыре раза убивали Демона. Демон долго реагировал на то, что на него нападают. Пытается он отдаться здесь Урсе. Ну, не отдается. Урсе отдается хвосту. 10-6, 0-4 у Демона. Ну, не его это Герой Энигма, по-моему. Не его. Вот явно не его. Плеймейт по-прежнему фармит. Плеймейт фармит. Так. Что бы это значило? Не знаю. Что-то я не понял. Стан прилетел здесь в ДНД. Но Даггер был брошен ранее. Поэтому не цепанули его. И, в принципе, не хотели его цеплять. Ровно 20-ая минута. И делаю я сейв. 20-0-6. Пью. 10-6. 10-6. По сути, у мумов преимущества нету такого вот сильно глобального. Да, у них хорошие уже айтемы имеются. У них более-менее по левелу все в порядке. В порядку по карте. Но все равно не хватает. Чего-то, да, не хватает. Нави. Дэнди с БКБ. Дэнди с БКБ. Это хорошо. Демон пришел сюда. Тут две иллюзии. Нужно их, конечно, поубивать. Демон спрятался. Но его заметили. И здесь много Нави. Да, зарезали. Зарезали, конечно, иллюзии. Вот выходит уже Демон отсюда. Артстайл. Артстайл включает ультимейт. Неужели будет нападать? Дэнди тоже рядом. Внизу, внизу там хвост с Мизери. У них там всю игру драки какие-то непонятные. Разборки там. Друг с другом. Ничего не могу. Маня. 1-0 по-прежнему на Шейкере. 2-0 плеймейта. Я не понял, куда он дел деньги. Странно, странно. Так, Стан прилетел. Бастан, а только закончился у него ульт. Сразу начинает его нарезать. Еще раз Стан. И тут же Шейкер выдает. Стан. Ване нужно бежать. Но ульта нет. Тут тяжело уйти. И... Ой, хорошо. Шейкер. Нет, блин. Говорю, хорошо. Я думал, это кто-то прилетал сейвить. А это Шейкер. Дэнди тоже чуть не стрелет. Но у него есть еще БКБ. Она начинает бить. Здесь хвост подошел. Вард нужно разбить. Вард нужно разбить, а не бить спектру. Разбил. Ой, Шейкер прыгает. И Black Hole минус хвост. Борода. Борода. 12-6. Двух самых важных героев теряют в Na'Vi сейчас в драке. Сначала убивают Hardstyle, а потом убивают Хвост.